54 дорожно-транспортных происшествий и 9 пострадавших, в том числе один малолетний ребенок. Так закончилась минувшая неделя на дорогах округа. В районе 55-го дома Панекрасова автомобилист наехал на молодую девушку, которая переходила улицу в неустановленном месте. Невнимательность следе обернулась сотрясением головного мозга и множественными ушибами. Таксисты рулят и нарушают. Видео социальных сетей удивило общественность и привлекло внимание структур. Рулевой Приуса, выезжая с придомовой территории, пересек двойную сплошную, да еще и проехал на красный свет. Нарушитель найден. Мужчина оштрафован и уволен из таксомоторной компании. И снова в сводке происшествий таксист. Извозчик не уступил дорогу встречному транспорту на нерегулируемом перекрестке. Оба водителя отделались испугом и небольшими вмятинами на автомобилях. В одной из машин находился 4-летний ребенок, у которого зафиксированы ссадины. Две аварии с разницей в несколько часов произошли на проселочной дороге Уссури-Скорфовка. В первой столкнулись мини-трактор и Ниссан. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Водитель спецтехники не пропустил обгоняющие авто. В итоге у автомобилиста диагностировано сотрясение головного мозга и травмы лица. Тракторист отделался испугом. А во второй аварии одна пострадавшая, она же виновница. Автоледи двигалась на большой скорости и не справилась с управлением. Машина оказалась на крыше в кювете. Сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника девушка доставлена в больницу. Самой аварийной на минувшей неделе выдалась суббота. 13 дорожно-транспортных происшествий. В одном из столкновений пострадали сразу три человека. Водитель Тойоты при повороте налево на Ленинградской в районе 27-го дома не пропустил еще одну Тойоту, чем спровоцировал сильнейшее ДТП. Одна из машин вылетела на тротуарную зону. У виновника аварии перелом основания черепа, бедра и ребра. Во второй машине автомобилист и пассажир получили сильные ушибы. Урожайным были выходные на нетрезвых водителей. 14 автолюбителей в субботу и воскресенье сели пьяными за руль. Всего же только за одну неделю возбуждено 28 дел за езду не в трезвом состоянии. Всех нарушителей ждет крупный штраф и несколько лет пешеходной жизни. Пожарные Уссурийска эту неделю провели относительно в спокойном ритме. Более 20 вызовов зарегистрировано дежурной службой. Все это преимущественно незначительное возгорание. Сильный пожар случился на Некрасово 270. Горел фасад и кровля частного дома. Несколько автомобилей были задействованы в тушении огня. На неделе пришлось использовать и автолестницу. Пожарные вызволяли из беды кошку. Считанные секунды потребовались животному, чтобы забраться на верхушку дерева. А вот обратно спуститься оказалось сложнее. Итог спасательной операции – довольная детвора и перепуганное, но приземленное четвероногое создание.